Еще один месяц в СИЗО. Новые подробности последствий громкой погони. Учить, учить и еще раз учить. В Кемерове прошел губернаторский прием в честь Международного дня учителя. Сюрпризы погоды и дороги. Утренний снег испортил настроение автолюбителям областного центра. Добрый вечер. На телеканале «Мой город. Новости» меня зовут Андрей Финагин. В Кемеровской области продолжается работа по противодействию коррупции. В последнее время в отношении чиновников было возбуждено три уголовных дела. Одним из тех, кто оказался под следствием, глава города Тайга Александр Майер. По ходатайству следователя судом чиновник временно отстранен от занимаемой должности. История, из-за которой он оказался под следствием, произошла в 2009 году. Женщина в жилом помещении не нуждалась, поскольку под категорию льготников она не попадала. В дальнейшем жилую площадь она смогла приватизировать. Данная квартира предназначалась для переселения лиц из ветхого и аварийного жилья. В результате таких действий муниципальному образованию Тайгинского городского округа был причинен ущерб на сумму более двух миллионов рублей. Госслужащим хотят запретить использовать интернет-сервисы Google, Yahoo и WhatsApp. В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. По мнению инициаторов, чиновники не услышали заявления секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, призвавшего их отказаться от зарубежных сервисов в связи с тем, что в этих системах были обнаружены программные средства иностранных разведок. Вот что сказал по этому поводу глава общественной организации «Защитим Россию» Михаил Марченко. Любая информация, которая передается чиновниками высокого уровня, представляет прямой интерес для иностранных разведок. Не случайно некоторые высокопоставленные чиновники вообще отказались от использования мобильного телефона. Но, к сожалению, это понимают далеко не все. Суд продлил срок заключения под стражей для Кирилла Нешева и Николая Лебедева. Обвиняемые находятся в СИЗО уже несколько месяцев. Сотрудников ГИБДД обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств в отношении 18-летнего Михаила Пожидаева. Нашей съемочной группе удалось встретиться с пострадавшим и его мамой. О последних подробностях громкого дела Полина Егошина. Михаил Пожидаев, пострадавший, впервые дает комментарии СМИ по громкому делу сотрудников ДПС. Тот вечер молодой человек помнит хорошо. Кадры погони облетели весь город. Сразу несколько патрульных машин пытались остановить автомобиль. Водитель которого нарушил правила и пытался скрыться. В это время пострадавший Михаил Пожидаев находился на пассажирском сидении. В тот вечер он отдыхал в одном из ночных клубов. После поймал такси. Дорога домой для Михаила обернулась травмами. Парень жаловался на многочисленные кровоподтеки и боли в спине. Когда он себя все снял, я увидела эту спину, изращеченную дубинками. Там четко были отпечатаны следы. Для того, чтобы ему показать, в каком состоянии он пришел, я ее взяла и сфотографировала. Наличие перелома у потерпевшего было подтверждено. Однако, получить он мог его и ранее. Но связать данное телесное повреждение с событием преступления могли как и сам потерпевший, так и медики. Поскольку на теле потерпевшего было обнаружено именно в проекции пятого грудного позвоночника телесное повреждение, которое было образовано от действий дубинки. То есть, по версии следствия, от незаконных действий сотрудников полиции. Мама Михаила в тот вечер не усомнилась в словах сына. Также безоговорочно верит своему мужу и Маргарита Нешева. Девушка бережно закрывает руками живот. Скоро в ее семье будет пополнение. Хоть и нервничать в ее положении нельзя, Маргарита уже несколько месяцев борется за свободу супруга. Он мне сразу сказал, как только все это случилось, он сразу сказал, что я его пальцем не трогала, у меня даже дубинки в руках не было. И поэтому, когда его вызвали на первый допрос, он пошел даже без адвоката. Но все оказалось намного серьезнее. Теперь двое обвиняемых, напарники Кирилл Нешев и Николай Лебедев, дают комментарии в суде. Они категорически не признают свою вину. Говорят, за решеткой оказались, потому что у Михаила богатые родители. Не знаю, может быть, обиделся или что-то еще. Как известно, что пожидают семья такая немалозначительная в структурных органах. Суд продлил обвиняемым заключение под стражей на месяц. И если вину сотрудников ДПС удастся подтвердить, то им грозит до 10 лет лишения свободы. Полина Егошина, Александр Шеметов. Новости моего города. Свой профессиональный праздник отмечают те, от кого зависит будущее поколений. В областной столице поздравили лучших учителей региона. На губернаторском приеме их отметили медалями и премиями. Моя коллега Юлия Мелехова тоже побывала на награждении и узнала, почему работать учителем – это престижно. Что делать? Надо же детей учить кому-то и передавать знания, добро. Еще недавно Василиса Романова сидела на школьной скамье, а теперь – среди лучших учителей области. Свой первый урок она провела только месяц назад. С первого дня девушка была полна решимости. Если честно, не было страшно. Я знала, что меня ждет, что мне предстоит, с каким возрастом я буду работать. Не напугали девушку и слухи о невысокое оплате учительского труда. В области сегодня делается все для того, чтобы профессия педагога была не только уважаемой, но и престижной. Регулярные надбавки, доплаты к зарплате, премии, подъемный молодым специалистам, отдых в здравницах Кузбасса и даже жилье по программе социальной ипотеки. Люди, от которых зависит будущее поколение и сами должны быть примером стабильности и успешности. Учитель выполняет самую важную работу в любом государстве, которая готовит в наше будущее. А мир будущего преодолевает, конечно же, образованные люди. Ведь решение завтрашних, взрослых проблем зависит в значительной мере от того, какие знания, какое воспитание получат наши дети сегодня. Профессионализм наших учителей дает реальные результаты. В этом году 117 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ. Этот показатель в два раза превышает среднероссийский, а своих соседей Томск и Новосибирск мы обгоняем в трижды. Но главное достижение – 100-бальники больше не стремятся в столицу. Учиться, а затем работать в родном городе теперь престижно. Все зависит от человека, от того, как он учится, насколько тщательно он занимается. Тем более, сегодняшняя система образования как раз-таки направлена на самообразование. Надо как-то развиваться, я думаю, ближе к дому, продвигать именно свои вузы. Мне кажется, так лучше. На Западе профессию учителя могут получить только 30% лучших выпускников. Наше образование тоже с каждым годом становится на ступень выше. Открываются новые современные школы, устанавливается цифровая техника. Но и взамен от тех, кто убирает этот непростой труд, ждут немалого – инновационного подхода к образованию и достойных воспитанников. Юлия Мелехова, Константин Червяков. Новости моего города. 11 дней визбрачия ожидают жители Кемеровской области. ЗАГСы будут отдыхать в новогодние каникулы. А это значит, что с 1 по 11 января 2016 года кузбассовцы не смогут сочетаться узами брака. А вот по вопросам госрегистрации рождения и смерти обращаться будет можно. График работы в праздничные дня опубликован на сайте управления ЗАГС по Кемеровской области. По осеннему гололеду. Утром в областной столице на дорогах появился первый наст. Водители, которые еще не позаботились о зимней резине, скользили на подъемах. Но благодаря тому, что снег быстро растаял, серьезных ДТП удалось избежать. О том, когда стоит переобувать своих железных коней и насколько зимняя резина спасает от аварий, выяснял наш корреспондент Антон Ивачев. Для владельца шиномонтажки Виктора Полянского октябрь традиционно самый урожайный месяц. Но эта осень стала неприятным исключением. В сентябрь баловал кузбассов со плюсовыми температурами, а потому сегодня, несмотря на первые заморозки, переобувать своих железных конейки мировчане пока не торопятся. Движение начинается, когда снег выпадет, когда первый морозит. Вот тогда народ сразу чуть солнышко выглянул, но все их нет. Липучку можно обувать уже, потому что утром сегодня снежок был. В любой момент может морозит стукнуть, он достанет точно врасплох. Ну, шпы правда еще рановато. Из-за ночных заморозков только за последние трое суток в Кузбассе произошло более 150 дорожно-транспортных происшествий. К примеру, водитель этого автомобиля на скользкой дороге не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Чтобы избежать новых трагедий, госавтоинспекция Кузбасса объявила режим особой бдительности. При осложнении погодных условий выставляются дополнительные экипажи ДПС. Однако, многое зависит от самих участников движения и от их законопослушности. Водителям в первую очередь необходимо выбирать безопасный скоростной режим, интервал и дистанцию. Помнить об особенностях управления на мокрой дороге, дополнительных опасностях, которые несет в себе недостаточная видимость. А вот эти кадры появились в социальных сетях сегодня утром. Первый снег для автомобилистов стал неприятным сюрпризом, подтверждает водитель Артем Губанов. Шипованную резину парень поставить еще не успел, а потому сегодня на скользкой дороге даже его полноприводная машина порой непредсказуема. Град прошел, снег пошел, корка льда образовалась, естественно, ощутимо было, да, конечно. Тем более машина мощная достаточно. В паре моментов не страшно становилось, но неприятно. Чтобы избежать сезонных ДТП, некоторые российские законодатели вышли с инициативой сделать смену летней зимней резины обязательной. Но к однозначному ответу по этому поводу в стране пока так и не пришли. При выбранной минимальной безопасной скорости движения, даже на летних колесах, вполне возможно ездить безаварийно по зимним дорогам. Но при этом, конечно же, мы должны понимать, что эта скорость будет ниже основного транспортного потока, что будет создавать дополнительные сложности. Сегодня новая резина на легковушку в Кузбассе стоит в среднем 15 тысяч рублей. Плюс шиномонтаж и балансировка. Сумма набегает немаленькая, так что переобувать своих железных коней водители пока не спешат. По сведениям гидрометцентра, уже завтра над областной столицей снова выглянет солнце в течение недели, потепление до плюс 17 градусов. Переменьчивая осенняя погода диктует водителям свои условия, а потому, когда готовят свой автомобиль к зиме, каждый решает сам. Антон Ивачев, Дмитрий Шилов, новости моего города. Не смог выехать из двора, а точнее выехал, но с последствиями. В социальных сетях появилась запись с камер видеонаблюдения, где водитель умудрился за одну минуту попасть сразу в три ДТП. Инцидент произошел в районе ФПК областного центра. Мужчина изначально пытался выехать из парковочного места. Сдав назад, он задел стоящую ряда машину. Потеряв бампер своего авто, водитель на ходу выбежал и подобрал отвалившуюся деталь. Тем временем автомобиль продолжил двигаться задом, как следствие столкновения с еще одним транспортным средством. На этом заключения не закончились. Спешком мужчина забывает закрыть дверь авто и пытается скрыться с места аварии. В итоге, третье ДТП. На этом опасные маневры заканчиваются и автомобиль спокойно уезжает. Еще один автомобиль в областном центре также пострадал, но на этот раз не в результате аварии. Пьяный мужчина с криками «Кирилл, выходи!» ведром разбил автомобиль в одном из дворов Южного района. Как написал автор видео, были разбиты все окна, оторваны зеркала, выбиты фары, а на кузове осталось много мелких вмятин. Что стало причиной конфликта между Кириллом и неизвестным с ведром, не уточняется. Правда, через несколько часов машину из двора увез эвакуатор. Под гитару ехать на работу намного веселее. Так решили пассажиры кемеровского автобуса номер 42, но вот водитель с ними был в корне не согласен. Неожиданный концерт от неизвестного певца он прервал нецензурной бранью. Главным требованием было оплатить проезд. Выходя из транспорта, обескураженный артист отметил, что водитель не умеет радоваться жизни и другим это делать не дает. И это еще не все новости. О роботах-грузоперевозчиках узнаете во второй части выпуска. И вот что еще вас ждет. На том же месте 15 лет спустя. С помощью фотографий новокузнечанин смог перенестись в прошлое. Кузбасс на победе. Кемеровский волейбольный клуб продолжает успешное выступление на турнире в Казани. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже организовали сбор вещей и игрушек для малышей из дома ребенка. Более 30 человек с разных факультетов уже поддержали эту инициативу. Когда ты работаешь с ребенком и видишь вот эту радость у него на лице, это очень сильно заряжает энергией. И ты хочешь делать что-то еще столь значительное. И это же очень просто помогать людям. И на примере таких акций мы это доказываем себе, другим людям. Если вы хотите присоединиться к доброму делу телеканала «Мой город» и поехать в дом ребенка вместе с нами, звоните по телефону горячей линии. 8-933-300-0300. Фотографии, как машина времени, вернули новокузнечанина на 15 лет назад. Денис Сергеев совместил старые фото с теми местами, где они были когда-то сделаны. У него получилось 7 снимков, которые мужчина выложил в соцсеть. Кстати, на одной фотокарточке запечатлена его бабушка. Результатом работы внука она осталась довольна. Серия снимков новокузнечанина стала аналогом проекта американского фотографа. Волейболисты Кемеровского Кузбасса провели первый матч четвертьфинального этапа Кубка Победы в Казани. Подопечные Дениса Матусевича встретились с Югрой Самотлором. Напомню, первую партию выиграли волейболисты из Нижневардовска, а в трех следующих Кузбасс не оставил шансов сопернику, одержав победу со счетом 3-1. Сегодня Кемеровский клуб сыграет с хозяевами площадки Казанским Зенитом, который в стартовом матче на тайбрейке одолел Махачкалинский Дагестан. Напомню, в следующий этап Кубка Победы выйдет только победитель каждой из четырех групп. На этом у меня все. Далее смотрите рубрику Георгия Демина тем временем. До свидания и до встречи на телеканале «Мой город». Здравствуйте. Тем временем блогеров поражают роботы-грузоперевозчики. Коби Шикара, студент школы инженерного дизайна в Израиле, считает, что доставка грузов в нынешнее время не идеальна. Она требует людских и авторесурсов, а с учетом пробок на дорогах, человеческого фактора и прочих переменных выглядит достаточно затратно для компании и поставщика. Поэтому Коби предложил использовать для доставки грузов небольших автономных транспортных роботов. В зависимости от величины груза их число может увеличиваться, тем самым образуя транспортную группу доставки. Свой концепт дрона студент назвал «Транс Уилл». Его основой служит одноколесный робот «Уницикл», оснащенный самобалансирующейся гироскопической системой, парой механических рук, сигнальными светодиодными огнями, системой распознавания лиц, приемником спутниковой навигационной системы GPS и системой связи. С помощью специально разработанного софта дроны смогут сообща перевозить громоздкий груз, например, контейнер, не сбиваясь с пути и точно распределяя силу тяжести. Вот это очень полезное изобретение. «Транс Уилл» способен самостоятельно добираться до ближайшего пункта подзарядки и выбирать оптимальный маршрут передвижения с учетом дорожной ситуации. А освоившись на дорогах, транспортные роботы вполне смогут заменить и почтальонов. Тем временем оставайтесь с нами. Увидели новое? Покажите друзьям. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok